Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Герой романа Достоевского «Преступление и наказание», пытаясь доказать себе, что он чего-то стоит, убивает старуху-проценщицу, а затем терзаемый муками совести признается в своем преступлении. Что побудило его к этому поступку? Почему ощущение вины не дает покоя тем, кто чувствует за собой какой-либо проступок? Сегодня мы поговорим о том, каким образом израильскому народу можно было примириться со своей совестью. Предвидя необходимость такого действия, Бог дал подробные указания о порядке принесения жертвы за грех. Об этом речь идет в четвертой главе книги «Левит». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение этой книги. Текст лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разговор о жертве за грех. Эта жертва включала в себя и так называемые грехи по ошибке. Они совершались людьми, которые не знали, какие именно действия составляют грех. В 13 стихе 18-го псалма говорится «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». По крайней мере, нам необходимо исповедать Богу свою греховную природу. Если вам никак не найти у себя какого-нибудь определенного греха, чтобы исповедать его, тогда просто исповедуйтесь в том, что вы грешник. Один человек всегда обращался к Богу с такими словами «Господи, если мы согрешили, прости нас». Тем, кто слышал его молитвы, в конце концов, надоела такая слишком простая формулировка, и ему как-то сказали «Почему бы тебе не сказать Богу, какой именно грех ты совершил?» А человек этот сказал «Я не знаю, какой грех я совершил». Тогда руководитель группы предложил ему попробуй угадать. И знаете, этот человек угадал с первого раза. Мы должны исповедать наши конкретные грехи перед Богом, а не говорить и ходить вокруг да около. Бог предусмотрел возможность спасения для тех, кто согрешил по незнанию, опрометчивости или случайности. Бог организовал специальные города для убежища, о чем мы прочтем далее в 11 стихе 35 главы книги Чисел. Друзья мои, и для вас у Бога есть убежище, и для вас у Бога есть лекарство. Вот первый стих 2 главы 1 послания Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Апостол Павел объясняет, отчего он был первым грешником и почему он получил помилование. Павел был хулитель, гонитель и обидчик, но получил помилование, поскольку творил все эти грехи по незнанию и неверию. И дальше в 14 и 15 стихах 1 главы 1 послания к Тимофею апостол Павел говорит. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе». «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Мой отец умер, когда мне было 14 лет, так что мне очень рано пришлось столкнуться с жестоким миром бизнеса. А там я связался с плохими людьми и занялся тем, что и 25-летние не всегда делают. А мне было всего 16 лет от роду. Я не пытаюсь оправдываться, но я действительно не понимал тогда, насколько то, чем я занимаюсь, было плохо. А потом наступил день, когда я принял Христа. С тех самых пор и поныне я все оглядываюсь на то время и чувствую, как я сам себе отвратителен. Но, слава Богу, есть жертва за грех. Иисус Христос умер за меня, поэтому я сегодня могу прийти и все рассказать Ему о своих грехах. Мне ни к чему идти к врачам-психиатрам и рассказывать все им. Не их это дело. Мои грехи, несомненно, касаются только Бога. Вот к Нему я и должен прийти и Ему все рассказать. И Он простит мне все, потому что Он уже позаботился о том, чтобы искупить мой грех на кресте. Жертва за грех учит нас тому, как видеть в себе грех, кого видит нас Бог. Она дает нам осознание греха и нашей, собственно, ничтожности, но также и осознание того, что Бог позаботился о нас. В пятом стихе тридцать первого псалма говорится «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Жертва за грех, как видим мы, Слово Божье снимает все комплексы вины. Жертва за грех говорила также о том, что она сама по себе недостаточна. Давайте прочтем седьмой стих тридцать девятого псалма. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал». Жертва за грех указала путь, пройдя которым человек мог полностью оправдаться перед Богом. В стихах с девятнадцатого по двадцать второй десятой главы послания к евреям мы читаем. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. И вот теперь вы и я, грешники, можем предстать перед Ним с дерзновением. Почему? Да потому что Иисус есть наша жертва за грех, в том числе за грех, совершенный по ошибке. Давайте теперь прочитаем про грехи священников. Я читаю третий стих четвертой главы. Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. Первым, как видим, рассматривается грех священника, поскольку именно священники занимали ведущее положение в духовной жизни Израиля. Если виноват священник, то виноват и весь народ, ибо его грех есть грех всего народа, как говорится, каков поп, таков и приход. В жертву за свой грех священник должен принести тельца, самое ценное из всех животных. Как видите, животное, которое следовало принести в жертву, определялось социальным положением самого грешника. Даже если грех священника ничем не отличался от грехов простых людей, положение его было несравнимо выше. Это справедливо и сегодня. В 17 стихе четвертой главы послания апостола Иакова говорится, «И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». А в первом стихе третьей главы той же книги говорится, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Братья мои, вы хотите стать проповедниками? Это значит, что вы понесете большую ответственность. Вы хотите стать солистом в церковном хоре? И это тоже большая ответственность. Вы хотите стать дьяконом или служителем в церкви, или учителем в воскресной школе? Тогда вам придется отвечать за очень многое. Привилегии означают большую ответственность. И Бог сам сполна спросит с вас. Именно об этом говорит третий стих четвертой главы книги Левит, который мы сейчас рассматриваем. В нем ясно сказано об ответственности священника. Священник такой же человек, как и остальные представители народа израильского. И поэтому он подвержен таким же искушениям и соблазнам, как и все остальные. Закон делает первосвященниками людей, которые слабы и немощны. Именно здесь заключена коренная разница между Христом, нашим великим первосвященником, и священниками рода Ааронова. В пятнадцатом стихе четвертой главы послания к евреям говорится, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Прочтем теперь четвертый стих четвертой главы. «И приведет тельца к дверям скини собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом». Таков обряд принесения жертвы за грех. И в этой своей части он похож на обряд принесения жертвы всесожжения. Читаем далее стихи с пятого по седьмой. «И возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в крови, и покропит кровью семь раз пред Господом пред завесуя святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножью жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания. Покропить кровью семь раз перед завесой святилища означало обеспечить связь между Богом и грешником, который приносит жертву. А кровь наносилась при молитве на роги жертвенника благовонных курений для того, чтобы позволить согрешившему снова обращаться к Богу. Принятие нас Богом и наше поклонение Ему зависят от крови Иисуса Христа». Девятый стих первой главы первого послания Иоанна гласит. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А в 22 стихе 9 главы послание к евреям говорится. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Остальная кровь выливалась к подножию медного жертвенника всесожжений. Это действительно успокаивало совесть грешника и устраняло комплекс вины. Оно являлось лекарством против самоосуждения, единственным лекарством, которое излечивало разум и сердце. Друзья мои, очень важно понять, что когда Христос прощает наш грех, Он также прощает и нас. И этим все сказано. Добавить здесь нечего. Христос убрал наш грех так же далеко, как восток, далек от запада. Он покончил с вашим грехом и забыл о нем навсегда. Да, Он навсегда покончил и с нашим комплексом вины. И не надо ломать себе голову, на самом ли деле Он простил нас. Друзья мои, Он взял на Себя весь ваш грех и всю вашу вину. Когда вы придете ко Христу, вы увидите, что Он действительно все это делает. Прочтем теперь стихи с 8 по 10. И вынет из тельца за грех весь туг его, туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренностях, и обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит Он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвенники всесожжения. Как видим, здесь обряд принесения жертвы за грех соответствует обряду принесения мирной жертвы. Грех прощен, и общение, и служение восстановлены и возобновлены. Туг готов к сожжению на жертвенники всесожжения. Не забывайте, что туг символизирует все лучшее. Прочтем 11 и 12 стихи. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел? Там пусть сожжен будет. А вот здесь обряд жертвоприношения начинает резко отличаться от обряда других жертвоприношений. Остатки тельца выносили вне стана и сжигали. Мы считаем, что этим действием лишь подчеркивается отвратительная природа греха. Телец был жертвой за грех. Никакого намека на посвященность или символ личности Иисуса Христа здесь нет. Скорее, это сам Христос, который понес за нас наш грех. Это глубинное, вскрытое значение раскрывается в стихах с 10 по 14, 13 главы послания к евреям. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Давайте задумаемся над этими стихами. Религия ни в коей мере не может утолить сердце или выполнить требования Бога, который свят. И только смерть Христа на кресте может дать нам прощение нашего греха. Мы грешники от природы. Мы никак не годимся для того, чтобы попасть на небеса. Если бы Бог не зринул весь этот мир в вечное забытие, то ангелы на небе все равно бы пели, прославляя Его «Свят, свят, свят». Но, слава Богу, Он этого не сделал. Он так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса Христа понести наш грех. И не пытайтесь решить проблему своего греха каким-либо иным путем, кроме как обратившись и уверовав во Христа. Он единственный, кто может спасти нас. Он может утолить глубокую потребность вашего сердца и вашей души. Только Он может дать вам прощение греха. Только смерть Христа на кресте может покончить со грехом. В этом и заключен глубокий смысл и значение этой части обряда, когда остатки тельца выносили за пределы стана и сжигали. Прочтем теперь про грехи общества. Начнем с 13 и 14 стиха. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновна, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества, представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. Жертва за грех всего общества была такой же, как и жертва за грех священника. Дело в том, что первосвященник представлял пред Господом всех людей. Поэтому и требования к жертве, приносившейся за грех всего общества, были такими же, что и за грех священника. В жертву приносили тельца, самого ценного животного. Мне кажется, здесь есть еще один урок. Существует не только индивидуальная, но и коллективная ответственность перед Богом. Бог судит целые народы. И бывает, что люди, не причастны к греху народа, оказываются судимы наряду со всем народом. Когда в 70-м году по Рождестве Христовом был разрушен Иерусалим, весь народ израильский попал в плен. Когда распалась Римская империя, то катастрофа постигла весь народ. Таким образом и вы, и я несем ответственность, потому что мы часть народа. Бог также судит церкви и их приходы. Я не раз слышал, как люди заявляли, что они останутся в отступившей от истины церкви, чтобы там свидетельствовать. Откуда у них такие мысли? В Слове Божьем их нет. Если вы нашли себе место в церкви, которое не учит истине и Слово Божье, то Бог будет судить и вас, и вашу церковь. Вы всегда несете индивидуальную ответственность, но объединившись с какой-либо организацией, вы также берете на себя и коллективную ответственность. Когда Господь направлял Свои послания семи церквам в Азии, о чем мы читаем в книге Откровения, то послания эти предназначались как самим церквям, так и каждому члену этих церквей. Давайте далее прочтем 15 стих из 4 главы книги Левит. «И возложат старейшины общество руки свои на голову тельца пред Господом и заколют тельца пред Господом». Старейшины представляли весь народ. Аналогично старейшины в книге Откровения представляют церковь. Обряд снова становится таким же, как и обряд принесения жертвы за грехи священника. Останавливаться на нем я не буду. Он подробно рассматривается в стихах с 16 по 21. И теперь давайте прочтем про грехи начальников в 22 и 23 стихах. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать и будет виновен, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла беспорока. Вы заметили, что все эти группы людей должны принести жертву, потому что все они грешники, хотя ответственность их в каждом отдельном случае различна. В данных стихах речь идет о гражданских начальниках. Таких начальников иногда огульно осуждают, а вокруг их имени всегда ходит немало сплетен. Однако в этих стихах речь идет о настоящем, действительном грехе. Начальник сам должен осознать свой грех и принести свою жертву. Подчеркнем вновь, что начальник занимает ответственное место. Его жертва не имеет такой ценности, как жертва священника или всего общества, но она вместе с тем имеет большую ценность, чем жертва простого человека. Все это учит нас тому, что начальники и правители назначены на свою должность по соизволению Бога, и значит, они отвечают перед Богом. К сожалению, наши политики сегодня не очень-то стремятся понравиться Богу. Я слышал немало речей современных политиков, но ни разу не слышал, чтобы хоть один из них, правый или левый, сказал, что чувствует свою ответственность перед Богом. Они всегда хотят понравиться людям и говорят только о своих избирателях. А Бог говорит, что они ответственны только перед Ним. Итак, начальник должен принести в жертву козла без порока. Да, эта жертва не так ценна, как телец. Обряд и вся процедура принесения жертвы за грехи начальников следуют обрядам жертвоприношения за грехи священника и общества. Таким образом, грех начальников такой же, как и обычных людей. И степень его ответственности выражается в ценности животного, которого он должен принести в жертву. Итак, в следующей передаче мы продолжим разговор о жертвах, которые предписаны законом Моисеевым в книге «Левит». Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора Мак Ги. Сегодня мы говорили о том, что посредством жертвы за грех Бог предложил путь, которым ветхозаветний человек мог оправдаться пред Богом. Бог предусмотрел возможность спасения тем, кто согрешил по какой-либо причине. Мы также говорили о том, что жертва за грех учит нас тому, как видеть в себе тех, кого видит в нас Бог. Она дает нам осознание греха и нашей собственной ничтожности. Вместе с тем, она указывает на то, что Бог позаботился о нас. Он сделал возможным наше спасение через Иисуса Христа, который стал жертвой за наши грехи. Интересно, что первым в списке грехов рассматривается грех священника. Это было связано с тем, что именно священники занимали ведущее положение в духовной жизни Израиля. Причем, как мы увидим, священниками были обыкновенные люди, слабые и немощные, и потому подверженные тем же искушениям и соблазнам, что и остальные. Однако, даже если грех священника ничем не отличался от греха простого человека, его ответственность пред Богом была несравнимо выше. Весь порядок принесения жертвы за грех имел определенный смысл. И вновь мы видим образы книги Левит в преломлении новозаветних событий. Сжигание части жертвы за станом символизировало отвратительную природу греха. Этот грех понес на себе Иисус, сделав себя отвергнутым и покинутым Богом там, на кресте, в то время, когда Ему так нужен был Отец. И, наконец, мы говорили о грехе общества, о том, что человек ответственен не только сам за себя лично, но и за то, что происходит в обществе. Поэтому так важно, будучи частью того или иного народа или группы людей, призывать их к чистой и святой жизни, к тому, чтобы внимать голосу Божьему и покоряться Его воле. И когда мы видим, что все общество совершает зло, за это зло ответственен и каждый из нас. Подобно тому, как за грех всего народа израильтянам предписывалось приносить жертву, так и в современном мире народы должны признать свои грехи и принести покаяние. Конечно, начальник или правитель несет большую ответственность, чем простой человек, но, тем не менее, это не исключает и личной ответственности каждого отдельного человека, не только за свои грехи, но и за грехи всего общества. Давайте же задумаемся над этим. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, Абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, Абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписанием наших передач мы вышлим всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok